Неужели кто-то вернулся? Здравствуйте, можно у вас одолжить немного соли? Что? Пошла вон отсюда! Эмм, что я такого сказала или сделала? Катись, я сказала, овца! Ладно, я тут свою семью ждала, и ты тут припёрла со своей солью, лосиха! Простите, простите, я поняла. В магазин ходить не учили, идиотка! Всё-всё, ухожу! Ненормальная какая-то! Капец, неужели я осталась одна? Неужели это конец сериала? Как же так? Ой, что-то сердце прихватило. Ой, надо идти в аптеку. Хватило бы сил только дверь открыть. Добрый день, я вас внимательно слушаю. Таблетку дай! Какую таблетку? Тупой, что ли? Не видишь? Мне плохо! От сердца таблетку дай! Ладно, вот, с вас 500 рублей. Сколько? Чё так дорого? Женщина, у вас же и так проблемы с сердцем, не нервничайте вы так. Сейчас у тебя проблемы будут! Чё так дорого? Делай скидку! Скидку? С чего вдруг? С того, что я мать! Если вы мать, то где ваши дети? Одна дочь сбежала, вторая в больнице. Один сын ушёл, второй говорит, что я его больше не мать. Значит, плохая вы мать. Что? Женщина, если честно, мне нет дела до ваших слезливых историй. Платите и уходите. Да на, подавись! Спасибо за покупку. Ну вот, я уже несколько дней живу одна и отлично сплавляюсь. Девочка, долго будешь смотреть? Что ты хочешь? Я много чего хочу, здесь столько всяких вкусняшек, а у меня всего 50 рублей осталось. А что именно ты хочешь? У нас сладости все недорогие. Я хочу... О, шоколадное яйцо чокобарики с куроми. Я таких раньше нигде не видела. У тебя как раз хватает яйца чокобарики, не только очень вкусные, но ещё и по очень выгодной цене. Ола, я буду есть вкусный шоколад. Приятного аппетита, девочка. Ммм, класс. Интересно, что мне попадётся? И мне покажи, хочу своей дочке тоже купить. Вау, мне попался бластлетик с куроми. Прикольно. Так, надо дочке штук 5 таких яиц купить, пусть порадуется. Блин, я же и потлатила свои последние деньги. Что я теперь буду делать? Хотя, неважно. Ладит такого, можно было и потлатиться. Как же грустно возвращаться в пустую квартиру. А ну пошли вон отсюда, грабители! Я бы сейчас как... А, мам, не пей! Эээ, Коля? Эээ, привет, а где ты была? Да так, а ты что, вернулся? Ну да, вернулся. А чё это вдруг? Ты же к своей любимой Нике ушёл. Да тут такое дело получилось. Коля, ты совсем что ли? Мы не можем жить вместе. Почему? Во-первых, наши отношения ещё не дошли до такой стадии. А во-вторых, я живу с братом. С братом? Вообще-то да. Я много раз тебе об этом говорила. Ну, я просто подумал, что ты будешь рада. Я, возможно, буду рада жить с тобой вместе когда-нибудь в будущем. Но сейчас ещё слишком рано. Пападос, а я уже из дома ушёл. И чё мне делать? Ну, не знаю. Пойди к друзьям или сними квартиру. У меня нет денег на квартиру, а друзья к себе не пустят. Прости, Коля, но я ничего не смогу с этим сделать. Мне очень жаль. Ну, всё понятно. Не приняла тебя твоя прошмандовка. Мама, я же просил не называть так Нику. Как миленький, приполз назад маме под юбку. Мама, ну понимаешь, мне просто кроме как тебе идти больше некому. Пацанов теперь мамка не отпускает, а в машине спать неудобно. Вы все пользуетесь моей добротой. Знаете, что если что, мама примет вас назад. Прости, ма, я много плохого тебе наговорил. Разреши мне остаться. Даже не знаю, стоит ли тебя прощать. Ты меня сильно обидел. Я сделаю всё, что угодно, только не прогоняй. Скажи, что любишь меня больше, чем свою Нику. Ну, ма, как я могу такое говорить? Это же совсем разное. Не поняла. То есть ты эту крашеную девицу любишь больше, чем свою собственную мамочку? Ладно, ма, я люблю тебя больше, чем Нику. Намного больше, чем Нику. Ну, люблю тебя намного больше, чем Нику. Ну вот, другое дело. Приятно слышать. Ладно, так уж и быть. Оставайся. Жалюсь над тобой. Спасибо, мама, ты самая лучшая. Я тебя так люблю. О, кто-то ещё вернулся. Сейчас будет на коленях вымаливать прощение. Надеюсь, это Валёк. То есть, я хотел сказать, может, это Валёк? Так, я пошла смотреть сериал. Там Фатима должна сына забрать. Меня не беспокоить. Мама, а ты ничего не хочешь объяснить? Шо объяснять? Нечего объяснять. Я же говорю, через три минуты у меня сериал начинается. Не дай бог пропустить. Ба, ты ж вроде на Кубу улетела. Сначала всех тут чуть ли не послала, а теперь заявляешься, как ни в чём не бывало? А шо? Это моя квартира. Как хочу, так и заявляюсь. Я в шоке. А ты шо? Думала, шо я приползу тут на коленях и буду умалять меня пустить? Шиш. Ба, ну расскажи, почему ты не на Кубе? Да я так подумала, Коленька. Нафиг мне сдалась эта Куба? Ну неужели? Сама же всё время говорила, где родился, там и пригодился. Я же даже языка их кубинского не знаю. Да и турецкие сериалы там не показывают. А как же Фёдор Михайлович? И шо мне теперь? С первым встречным на другой конец света лететь? И он сам полетел. Ага, сел на самолёт и улетел. Прямо в закат. Ба, я рад, что ты не улетела. Как бы я жил без твоего борща? Ладно, всё. Я типа рада вас всех видеть, но Фатима ждать не будет. Сериал уже начался. Ну офигеть теперь. Могла бы хоть извиниться за своё поведение. Ну это точно валёк. Колёсик-пумпусик, прости меня. Опа. А ты чё припёрся? Тебя здесь никто не ждёт. О, бать, здорово. Проходи. Никуда этот предатель не пройдёт. Прости меня, Галюсик. Я очень виноват. Я искуплю свою вину. Вали назад к своей береликте. Да она меня уже просто задолбала. Спаси меня от неё. Анатоличка, вот тебе подушечка под спинку, чтобы на диване было удобнее сидеть. Ээээ, спасибо, но мне и так было норм. А ещё я тебе там ванну горячую сделала. Давай иди быстрее, пока она не остыла. Но я не хочу сейчас мыться. Я уже мылся позавчера. Я поставила там свечи и добавила ароматических масел, чтобы вместе принимать ванну в романтической. Не, Бенедикт, да нафиг надо. Я хотел пойти с мужиками, на. А потом будем вместе смотреть телевизор с чипсиками и пивом в обнимку и болеть за твою любимую команду. Но я хотел... На вечер я запланировала романтический ужин. Я уже приготовила твои любимые голубцы, как ты любишь, со сметанкой. А потом... Бенедикт-то! Что, зайчик мой сладенький? Ну я же просил, не называй меня так. Я о тебе не знаю. Как скажешь, котёнок мой миленький. Она меня уже просто задолбала со своей заботой этим дурацким зоопарком. А-а-а! Так вот оно в чём дело. Потонул в волнах любви этой мерзкой училки. Галюсик, не начинай. Серьёзно? Не начинать? Ты ушёл от меня к этой шлёндре! Галюсик, я был неправ. Я ошибался. Я только тебя люблю. Мне кроме тебя больше никто не нужен. Звучит неубедительно. Не верю. Бать, ну ты бы хоть цветы притащил. Ты чё с пустыми руками? Кто ж так извиняется? Да я так убегал от Бенедикты, что даже бумажник забыл. А без денег цветы не купить. Ну конечно. Ты этой жабе ещё и семейный бюджет оставить решил? Я сделаю всё, что скажешь. Только прости и пусти меня домой. Ага. Ещё скажи, что и пить бросишь. Ну, может не брошу, но буду пить только по праздникам. Совсем чуть-чуть, на донышке. Ладно. Я пущу тебя. На испытательный срок. Посмотрим на твоё поведение. Спасибо, Галюсик-пумпусик. Я тебя не подведу. Честное слово. Иди, унитаз мой. Как скажешь. Я всё сделаю. Подайте, кому не жалко, хотя бы полукопеек. На, девочка. Десять рублей тебе. Спасибо, тётя. Я смогу себе купить хотя бы немного покушать. Лиза. Ты правда думаешь, что такая жизнь лучше, чем вернуться к маме? Да. Я правда так считаю. Ты так долго не протянешь. У тебя плохо получается зарабатывать деньги. Я что-нибудь придумаю. Я умная. Может, хотя бы попробуешь пойти к Алисе с Люсей? Может, хоть они тебя приютят? Я не знаю, где они живут. Они переехали в старую квартиру Алисы и теперь живут там. Вот адрес. Откуда ты знаешь её адрес? Я много что знаю. Попытаю удачи хотя бы у них. Но бомжевать на улице это точно не выход. Вот мы и дома. Теперь мы будем жить здесь. Ой, какая красивая у тебя квартира. Но я чувствую себя немного неловко. Всё-таки это квартира от твоих родителей. Да, но теперь ты моя семья. И я буду рада жить здесь вместе с тобой. Спасибо, Алиса. Это очень приятно слышать. Но мне правда тяжело здесь сейчас находиться. Здесь столько воспоминаний. Не переживай, Алиса. Я что-нибудь придумаю. А, странно. Кто бы это мог быть? Привет, Алиса. Привет, тётя Люся. Лиза, это ты? Что с тобой случилось? Почему ты вся грязная? Алиса, я следовала нашему плану. У меня получилось сбежать. Но мне плохо получается выживать на улице. Мне жаль, Лиза, что я не смогла помочь тебе в этом деле. Подожди, подожди. О чём вы говорите? О каком ещё побеге? Я сбежала из дома. Сбежала от мамы. Что? Лиза, ты чего такое говоришь? Ты с ума сошла что ли? А что ты глючишь? Вы тоже сбежали. Ты сбежала от Валентина, а ты сбежала от моей мамы. Лиза, мы тебя не осуждаем. Тем более, что побег мы планировали вместе. Вместе? Вы чего? Вы же маленькие девочки. Как вы собирались выживать на улице? Возьмите меня к себе в семью. Пожалуйста. Лиза, ты же знаешь, что это невозможно. У тебя уже есть родители. Если ты останешься здесь, то меня обвинят в похищении ребёнка и посадят в тюрьму. Вот так вот. Ладья Лисой все были готовы рисковать. А Ладья меня нет. Прости, Лиза, но тебе придётся вернуться домой. Ты слишком маленькая, чтобы уходить из семьи. Какой бы ужасной она ни была. Я так и знала, что предатели один за одним будут ко мне на коленях возвращаться. О, ну это точно валёт. Добрый день. Я решил лично вернуть Настеньку домой. Ой, моя Настенька. Какое счастье. Но у меня есть ещё очень большие опасения касательно её здоровья. Какие ещё опасения? У неё в таком раннем возрасте уже выросли зубы, а масса значительно больше нормы и высокий уровень интеллекта. Ой, да она это просто вся в маму. Это она вся в бабушку. Богатыр растёт. Я бы не был так оптимистично настроен. Это ненормально, что ребёнок в таком возрасте уже умеет разговаривать. Я завидую молча, что у нас вундеркинг растёт. Ясно? Тем не менее, за ребёнком надо тщательно наблюдать и отслеживать её состояние. И бла-бла-бла. Всё, давай, вали отсюда. Ма, а чё если Валёк был прав и она попала под влияние этого, как его, зомби-вируса? Ой, не неси чепуху, пока я тебя опять из дома не выгнала. Так это ж я из дома уходил, ты меня никуда не выгоняла. А сейчас выгоню. Закрой рот и не умничай. Ладно, мама, понял. Привет, мам. Ох, блудная дочь вернулась. Не прошло сто лет, она пришла к нам. И мы решили, что лучшим решением будет... Уговорить её вернуться домой. Она столько времени прожила на улице. А вы чё, обе сюда припёрлись. А ну валите по-хорошему. Не али на них, они мои друзья. А ты сейчас вообще у меня получишь. Ишь, совсем офигела. Из дома она сбегает. Я сейчас опять сбегу. Я заговорила, что мне не надо возвращаться. Меня здесь никто не любит. Тёть Галь, скажите честно. Вы совсем тупая. Что? От вас уже все ушли. Из-за вашего ужасного характера. И сейчас, когда они начали возвращаться, вы снова хотите их потерять? Но я нет. Как так можно? Вас вообще ничему жизнь не учит. Тётя Люся говорит правду. Вам стоит задуматься над своим поведением. Ещё бы меня. Какая-то малолетка получала. Ладно, Лиза, проходи домой. Плойду. Только если ты перестанешь на меня, а ладь. Ладно, я буду меньше на тебя орать. И больше не будешь прогонять моих друзей. Они могут приходить ко мне тогда, когда я хочу. Ладно, договорились. О, Лиза вернулась. Сейчас ремня отдал. А, за что? Коля, ты совсем офигел? Нельзя бить детей. Иди, мой унитаз. Но я уже помыл. Помой ещё раз. Как скажешь, Галюсик-пумбусик. Хе-хе-хе. А ты чуржёшь? Сама забыла, как туалеты драила? Пожалуй, мы пойдём. А ты, Лиза, если что, звони. Всегда будем рады тебе помочь. Спасибо, Алиса. Спасибо, Люся. Давайте, давайте. Скатертью дорожка. Ну вот, почти вся семья в сборе. Только Валька не хватает. Да не вернётся твой Валёк. Забудь, ушёл он из семьи. Но мы все ушли из семьи. Но всё равно вернулись. А он ушёл. Навсегда. И слава богу. Согласна. Если вас я ещё хоть как-то готова терпеть, то этого очкарика я всегда ненавидела. Я тоже. Как вообще так получилось, что у меня родился такой сын? Если честно, мама, я немного скучала. Если честно, Лиза, я тоже скучала. Пока Настеньки не было, я чуть с ума не сошла. Что? Настеньки? Ну теперь моё золото вернули. И я снова счастлива. Ну конечно. Разве могло быть по-другому? О, это точно Валёк. Все остальные же уже вернулись. Странно. Кого это ещё к нам могло принести? Где Толя? Эээ, Бенедикта? А ты чё тут делаешь? Я так и знала, что ты вернулся назад к этой мэмре. Сама ты мэмра. А он вернулся в семью к своим детям. Ну уж нет. Я его так просто не отдам. А тебя никто и не спрашивает. Ну-ка, Толя, скажи ей. Бенечка, прости. Какая нафиг Бенечка? Чё ты мямлишь? Скажи нормально. Эээ, Бенечка, между нами всё кончено. Это была ошибка. Я возвращаюсь к Гале. Что? Я понял, что я люблю только Галю. И не могу уйти из семьи ради тебя. Нет, я не верю. Ты так говоришь только потому, что она тебя заставила. Всё услышала. Теперь вали отсюда. Я уйду. Я уйду. Вали уже, жаба школьная. Но я так просто не сдамся. Я сделаю всё, чтобы Толя был мой. Закатай губу обратно. Тебе он достанется только через мой труп. Поняла? Приемлемый вариант. Пишите в комментариях Толя плюс Беня. Если хотите, чтобы Анатоличка был со мной. Или пишите Толя плюс Галя. Если хотите, чтобы Толя остался со мной. В следующей серии мы будем наблюдать противостояние этих двух женщин. А биться они будут за меня. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый интересный лолик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!